Дорогие соотечественники А пока, по его словам, нет никаких юридических оснований для расторжения договора с Беларусь-Калием. Да ладно! И тут же мы помним, глава МИД Литвы заявил, что намерен уйти в отставку из-за ситуации с транзитом Беларусь-Калия. Мы об этом говорили вчера. А вчера, уже после того, как мы записали для вас Smart News, министр транспорта Литвы также подал в отставку. Представляете, граждане, для кого-то репутационные потери важнее всех других. И в этом смысле остается сказать спасибо литовскому правительству. И, кстати, не только за это. Потому что Франция. Что она сделала Франция? Франция отослала оборудование для обслуживания самолетов в Белаве на сумму в размере 154 тысячи евро. А литовцы что сделали? Литовцы сказали, ай-яй-яй-яй-яй-яй, так нельзя. И отправили его обратно. Ты не придешь. Решение было принято из-за санкций ЕС, которые запрещают экспорт товаров для компаний, сотрудничающих с диктатором. Либо подконтрольных ему. Для французов это пустой звук. А для литовцев нет. К слову, как обычно, наш Балто-Черноморский союз все ближе. Ну и в целом, литовское правительство планирует ввести национальные санкции против Беларуси. Спасибо, Литва. Пока еще, я так понимаю, ни одной отставки не принято. Я ставлю на то, что будут приняты национальные санкции. И это именно тот момент, когда хочется сказать, работайте, братья. А что там ваша Германия? А в Германии тоже все хорошо. И Германия поддерживает беларусов. Новое правительство Германии будет самым жестким сторонником санкций. Недавно вступивший в должность наш любимый канцлер Олаф Шольц высказался о самом фанатичном адепте секты святого легитимия. Совершенно ясно, что диктатор в Беларуси, а иначе его назвать нельзя, не имеет легитимности со стороны собственного населения и попытался посредством беженцев оказать давление. Кроме того, глава МВД Германии Нэнси Фезер назвала действия беларусского сатрапа скандальными и бесчеловечными. Она заявила, что Лукашенко эксплуатирует людей, находящихся в бедственном положении ради достижения внутриполитических целей. Вот такая позиция Германии. И она, судя по всему, не изменится. Может быть мы, Кирилл, Германию тоже в наш этот возьмем? Балто-Черноморский пояс. Ну, если они так будут продолжать себя вести, почему нет? Хорошие люди поступают. Анна Лена Бюрбок уже заявила, что ЕС, Евросоюз в смысле, должен сохранять давление на режим в Минске. Ну, чтобы вы понимали, это новая глава МИД ФРГ. После встречи с генсеком НАТО и главой дипломатии Евросоюза, она отправляется в Варшаву. Прекрасно. Кстати, о Варшаве. Если вы вчера еще не посмотрели обращение президента Польши Анжио Дуды, то обязательно это сделайте. Это прям важно. Смотрите, оно выложено на многих каналах, в том числе и в Телеграм-канале «Хватит бояться», мы его тоже вчера опубликовали. Вот таким должен быть президент здорового человека. Вот на таком уровне должен вестись политический диалог. И, кстати, это тот уровень, который сегодня поддерживает Светлана Тихановская. А не вот этот вот колхозный картофельный лось. Я, знаете, представляю, да, вот я уже такая сижу, бабушка там, носочки вяжу, да, приходят ко мне мои внуки. После урока истории, да, после того, как они в учебнике фоточку посмотрели, что там было в Беларуси в эти годы. И они говорят, бабушка, а расскажи мне, пожалуйста, как вы вообще это колхозное чудо выбрали? У вас там вообще мозгов не было в 90-х и в начале 2000-х. Мало того, как вы выбрали, как оно у вас 27 лет просидело. И вы знаете, я не знаю, что им говорить. Но вот честно. Я, конечно, расскажу им истории про то, что там он жил своей жизнью, мы жили своей. И что мы были все такие вне политики. Ну, потом я, конечно, расскажу им про 20-й год, про август, про то, как мы боролись, сражались. И про последующие месяцы. Как-то попытаюсь, так сказать, наше поколение все-таки отмыть в глазах будущих. Ну, что мы же это ради них, не ради себя. Сегодня такое, наверное, получится немножко рассуждательное такие смарт-ньюз. Я вот сформулировала для себя, почему так много прилетает Мартыновой за то, что она, значит, рука Кремля, нога Госдепа. Причем это не с точки зрения обывателя, который, в принципе, все тот же вне политики. Либо же какого-то человека, который особо не вникает в движение моей души. Это касается, кстати, и политтехнологов, которые работают вот с этим обывателем. Так вот, в их картине мира, человек, у которого закрыты базовые потребности и даже более, ну, там, пару раз в году на моречке, квартиры, машины, бизнесы, он априори не может этим всем рискнуть ради какой-то призрачной свободы или потому, что кого-то там посадили или пытали, кого он даже ни разу в глаза не видел. По их убеждениям, по их мнениям в их головах этот человек и так свободен. И система их ценностей даже не подразумевает того, что есть высокие цели, да, с большой буквы С, что есть какая-то там где-то нравственность и как минимум ответственность, если ты публичный человек, и какое-то количество людей к тебе прислушиваются. То есть в их картине мира, если ты это сделал, значит, тебе предложили больше, чем ты имел. И вот в этой парадигме они все живут. Страшно другое, что в этой парадигме живет большинство населения планеты. И вот с этим надо что-то делать, а не только с картофельным лосем. И, наверное, про это я буду рассказывать своим внукам. А шо там ваша Украина? А Украина, я думаю, в ближайшее время пополнит базу миротворца. Граждане украинцы, ну, те, которые меня смотрят на территории Украины, в аннексированный Крым приехали белорусские пропагандисты. Сейчас я вам перечислю, а вы не забудьте их добавить в базу. Итак, вождь краснокожих Шпаковский, переобувшийся неоязычник Дермант, неонацист Лущ, и также админ желтых свиней Авдонин и этот институт стратегических исследований, аналитик великий, в шорсах у нас, кстати, был недавно, гений, который заявил, что Европа и Америка в шоке от санкций белорусского правительства. Боже мой! Плачут уже третий день. В общем, короче, я вам всех перечислила. Если шок, можете проконсультироваться у меня в комментариях. И не забывайте тоже ставить лайк, подписываться на канал, нажимать на колокольчик. Очень много полезного у Мартыновой в Ютубе для разных стран, в том числе и для Украины. Но есть и не очень, скажем так, душевные новости по поводу Украины. Заявления хитрозачесанного и все его действия отразились на отношении украинского общества к Беларуси. Киевская социологическая группа «Рейтинг» опубликовала результаты репрезентативного опроса, который был проведен еще в начале ноября, то есть еще до скандального интервью Лукашенко Дмитрию Киселем и фактического его признания Крыма. 48% участниц и участников опроса считают Беларусь враждебной страной. До уровня России, конечно, нам еще далеко. 72% опрошенных, но 48% уже так думают о Беларуси. Безусловно, хотелось бы отметить, что это относится к официальному Минску. И ***. Более того, мы сами здесь, в Киеве, работаем над тем, чтобы украинское общество не думало, что у нас там крепкие хозяйственники. И, собственно, поэтому за прошлый месяц у меня было более 30 эфиров на разных порталах и киевских телевизорах. Страшно, знаете что? Ведь когда-то украинцы тоже разделяли Кремль и русских. А сейчас уже, похоже, нет. Мне бы очень не хотелось, чтобы так произошло и с Беларусью. Тем более, что пока, а я вижу это по отношению к себе, по отношению к Анечке, которая учится в Украинском университете, по отношению к другим белорусам, с которыми мы постоянно общаемся, украинцы очень тепло относятся к белорусским беженцам. Вот они прям готовы нам помогать, согревать и делать все, что в их силах. К беженцам. К тем, кто встал против. А вот что будет с остальными белорусами, я не знаю. Сегодня у нас праздник, граждане. День прав человека. Давайте поиграем в бинго. Я вам сейчас зачитаю, а вы будете отмечать галочками, что есть, а крестиками чего нет. Итак. Все люди свободны и равны в своем достоинстве и правах. Крестик. Запрет на любую дискриминацию. Крестик. Право на свободу и жизнь. Запрет рабства. Запрет пыток. Право на наличие прав вне зависимости от места нахождения. Равенство перед законом. Право на судебную защиту. Защита от произвольных арестов, задержаний или высылок. Право на открытый, справедливый, независимый суд. У меня пока одни крестики, Кирилл. Презумпция невиновности. Не слышали вообще о таком. Право на неприкосновенность частной жизни. Ага. Право на свободу передвижения. Да ладно. Право на поиск в других странах убежища и преследования. О-о-о-о. Право на гражданство. Ну, тоже галочка, наверное. Какая? Мы собирать сегодня. А. Да. Право на вступление в брак и создание семьи. Право на частную собственность. Ха-ха. Смешно. Право на свободу мысли, совести и религии. 84. Крестика. Право на свободу убеждений и их выражения. Право на свободу мирных собраний и ассоциаций. Право на участие в выборах. Право на социальное обеспечение. Право на труд и равную оплату труда. Право на отдых и досуг. Право на стабильные условия жизни. Ха-ха три раза. Пауза. Право на образование. А. Ха. Право на образование. Хотела поставить туда галочку, но вспомнила, как мою дочь отчислили перед дипломом. Отличницу и старосту группы. Право свободно участвовать в культурной жизни общества. Право на осуществление 30 универсальных прав. Обязанность соблюдать права и свободу других людей. Декларация прав человека не может быть отменена. КПМ. Интересно то, что в 1948 году именно эту декларацию прав человека подписал Советский Союз и отдельно подписала еще Беларусь, которая входила в состав Советского Союза. Фактически мы ее подписали два раза и даже полураза не выполняем. Такие вот дела граждане. И сегодня свой праздник отмечает Кирилл, который ровно 21 год назад вышел на улицы и раздавал декларацию о правах человека всем встречным людям. Это был его вклад в борьбу за наши права в далеком 2000 году. Собственно тогда же его впервые приняли менты, потому что у нас же как Кирилл не сидел не белорус. Собственно в том же году и я свои 10 суток посидела, но за другое, неважно по какой статье вас принимают, сегодня очень много политзаключенных по факту сидят по уголовным статьям. Так вот в стране, в которой не до законов, где судьбу человека, его жизнь можно разрушить только за то, что он отстаивает свое право голоса на выборах, этот праздник со слезами на глазах. Я бы даже сказала с кровавыми слезами на глазах. Но сегодня хотелось бы напомнить, что права человека, они не только в декларации Госассамблеи ООН, они прежде всего в нашей с вами голове. Думать это не больно в Брюсселе или Стокгольме. И как всегда в пятницу наша рубрика «Психологическая самопомощь». Мы сегодня начинаем открытую сессию вопросов и ответов, потому что кое-какие вопросы мы уже задали нашему психологу и получили на них ответы, которые вы можете прочитать по ссылке в описании к этому видео и в закрепленном комментарии. В частности, мы спросили, как совместить то, что нужно думать и делать, все для будущего, но жить хочется сейчас. И нужно жить здесь и сейчас, и как найти баланс между вот этими стратегическими планами и тем, что жизнь человека конечна, и она очень быстро проходит. Вы же можете либо в комментарии, который будет закреплен, в подкомментариях написать ваши вопросы, либо в телеграм-канале «Хватит бояться», на который не забудьте тоже подписаться. И наш психолог по этому поводу напишет отдельную статью, касающуюся именно ваших вопросов, которую мы и опубликуем, о чем вам дополнительно сообщим в смартах. Граждане, никто нам не поможет, кроме нас самих. Никто за нас не сделает нашу революцию. Да, мы, к сожалению, движемся, наверное, медленнее. Да не наверное. Мы движемся наверняка медленнее, чем нам хочется. Но мы движемся. Это очевидно. Главное не опускать руки. И мы обязательно победим граждане. Живе Беларусь!